Если верить статистике ВЦОМа, то на данный момент 84% россиян считают себя счастливыми людьми. Ну, ВЦОМа у нас, конечно, повезло. Нашим людям для счастья, видимо, совсем немного надо. Вы счастливый человек? Очень. Счастливый человек? Нет. Очень. 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 Как радостно утверждает ВЦОМ, с 2015 года уровень счастья в России остается стабильно высоким, тогда как доля испытывающих абсолютное счастье за этот период не опускается ниже 30%. Впрочем, есть и другая статистика. За первые 11 недель 2024 года в России было продано на 33% больше антидепрессантов, чем еще год назад. И это при том, что в прошлом году антидепрессанты также показывали рекордные продажи. В чем же дело? Давайте разбираться. Меня зовут Павел Коныгин, и вы смотрите разборы на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим о российском счастье, которое так сложилось исторически у нас со слезами на глазах. В наших закрытых платформах мы готовим для вас эксклюзивный контент. И кроме того, став нашими подписчиками в Ютубе, вы можете оставить нам суперспасибо, нажав на эту кнопку. Это правда поможет нам выпускать все более крутые ролики при вашей поддержке. Ну и конечно будем помнить самое главное, что вместе мы не одиноки. Справедливости ради скажу, что продажи антидепрессантов в России показывают стабильный рост с 2015 года. Интересно, что именно с того года, по утверждению ВЦУМа, россияне также стали чувствовать себя особенно счастливыми. Ну а до этого на протяжении 10 лет на российском рынке лекарств от тревоги и стресса доминировал Афабазол. Афабазол продается в России с 2006 года. При этом скачок популярности препарата пришелся на конец 2008 года, когда россияне почувствовали на себе все неприятные эффекты мирового экономического кризиса. За последующие 5 лет продажи Афабазола выросли еще более чем в 2 раза. Единственной проблемой раскрученного препарата оставалась его недоказанная эффективность. Психиатры сообщали, что многие пациенты с симптомами депрессии и тревоги не чувствовали облегчения после приема этого препарата. В лучшем случае он действовал на очень короткой дистанции, но в целом не помогал. Поэтому психиатры стали все чаще прописывать пациентам западные антидепрессанты. То есть гораздо более изученные рецептурные препараты, заказанные эффективностью. Причины, по которым все больше россиян садятся на антидепрессанты, называются самые разные. От высокого темпа жизни до активного использования смартфонов. Кто-то даже верит, что популярность антидепрессантов это дань некой моде. Ну да, вот такая вот мазохистская какая-то у нас мода, следовать которой можно только прицепту врача. Да еще и надо быть готовым, что твой препарат в любое время может исчезнуть из продажи. Многие аналитики, впрочем, приводят в примеры реальные данные скачков продаж антидепрессантов. Например, большой скачок спроса на 34% был отмечен в марте 2020 года, то есть в начале пандемии ковида. Тогда многие люди почувствовали, что не могут самостоятельно справиться с тревогой. Люди оказались заперты по домам, а многие были вынуждены резко перейти на дистанционную работу или вовсе потеряли источник дохода. При этом в новостях каждый день сообщалось о все новых тысячах умерших от малоизученной новой болезни. Но это, друзья, были еще цветочки по сравнению с тем, как продажи антидепрессантов в России выросли в первой половине 1922 года, то есть после начала войны. И вот в итоге продажи по сравнению с тем же периодом 2021 года выросли еще на 81%. И вот получилось, что в чистом виде было продано в полтора раза больше антидепрессантов, чем годом ранее. Институт психологии Российской академии наук обратил внимание на серьезный рост тревожности среди россиян даже по сравнению с пиком пандемии ковида. Так, по данным института, если в мае 2020 года доля россиян в состоянии тревоги составила 20%, то в марте 2022 года таких было уже 28%. Ну а потом в России объявили так называемую частичную мобилизацию. По данным института психологии РАН, доля россиян в состоянии тревоги выросла до максимума и составила 36%. И 46%, почти половина россиян, то есть обнаружили у себя симптомы клинической депрессии. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет картина стала просто катастрофической. В депрессии оказались 79% людей. И это при том, что по удивительным данным в ЦИОМа, россиян, чувствующих себя счастливыми, за последние полгода стало еще на 3% больше. Того и гляди, абсолютно счастливыми объявят уже 90% россиян. Ну, тех, видимо, которые и голосовали у нас на так называемых выборах за Путина. Вы уже определились с кандидатом? Да, Владимир Владимирович. А что вы ждете от будущего кандидата? А среди тех 600 тысяч российских солдат, которые сейчас находятся в зоне военных действий, уровень счастья будет, наверное, вообще 100%. Это пока они жалуются, но государство-то тоже не спит. Работает, то есть, над тем, чтобы всех осчастливить. Впрочем, есть и другие данные о том, насколько счастливы россияне. ООН каждый год публикует так называемый всемирный доклад о счастье. В нем счастье жителей разных стран оценивается по шести критериям. ПВП на душу населения, социальная поддержка, щедрость, отношение к коррупции, ожидаемая продолжительность жизни и, наконец, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения. Согласно этим данным, в 2024 году Россия занимает лишь 72-е место среди стран по счастливости населения. А еще ведь в 2017 году, если верить этому докладу, россияне были гораздо счастливее. Россия тогда занимала 49-е место в мировом рейтинге. Наименее же счастливыми россияне были в 2022 году, когда Россия спустилась аж на 80-е место. На первых же местах оставались и остаются богатые страны с высоким уровнем жизни, надежным здравоохранением и низкой коррупцией. Такие как Финляндия, Дания и Швейцария. Конечно, в принципе, сам факт того, что все больше россиян обращаются за профессиональной помощью при симптомах депрессии, имеет и позитивную сторону. Россияне ведь известны своим недоверием к психиатрам и психологам. И вот то, что эта стигма постепенно уменьшается, безусловно, хорошо. Хотя очень печально, что для этого понадобились все эти ужасные обстоятельства. Ковид, потом война. Но по правде сказать, все еще весьма высок процент тех, кто пытается лечить тревогу другими менее здоровыми способами. Последние два года показали рост продаж алкоголя в России. Заметно больше стали покупать крепких напитков. В 22-м году продажи выросли на 7,3%, а в 23-м еще на 3,6%. Причем до этого на протяжении многих лет продажи крепкого алкоголя стабильно уменьшались. По данным Росстата, в 22-м году число российских мужчин, ведущих относительно здоровый образ жизни, сократилось с 60 до 45%. И это не говоря уже о том, что сократилось и просто число российских мужчин. Кто-то погиб на войне, а кто-то уехал, не желая в ней участвовать. И впервые за 10 лет в России вырос процент граждан с диагнозом алкогольной зависимости. При этом Путин, похоже, реально уверен, что все у нас замечательно, что все разом отказались от бухла и пошли в спорт. Ну вот посмотрите, что он сказал в своем послании к федеральному собранию в конце февраля 24-го года. Без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя и, прежде всего, крепкого алкоголя. Каждый помнит эту шутку. Бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Но ведь на самом деле ситуация вообще не шуточная. В 22-м году в России увеличилось число убийств и покушений на убийства. И до 80% таких преступлений совершали состояние алкогольного опьянения. И это я подчеркну, не вернулись еще с фронта все наши самые счастливые сограждане. Выросла и смертность от наркотиков. На протяжении многих лет этот показатель в России почти не менялся. Скачок был зафиксирован с началом пандемии ковида. Ну а потом еще один с началом полномасштабного вторжения России в Украину. И в итоге, если за 19-й год в России от наркотиков погибло 4,5 тысяч человек, то в 23-м уже 10 тысяч. И это только официальные данные. По факту же алкоголь и наркотики становятся причиной гораздо большего количества смертей. От автомобильных аварий до заболеваний сердца. Тем временем аптеки и врачи жалуются на сбои поставок и дефицит антидепрессантов. А вот потребители на рост цен. Из-за высокого спроса цены на антидепрессанты растут гораздо быстрее, чем доходы россиян. В первой неделе 24-го года продажи антидепрессантов в России в денежном эквиваленте выросли почти в полтора раза. Зато вот нет никаких перебоев с алкоголем в магазинах. А если привычные бренды и исчезли, или стали слишком дорогими, всегда ведь есть вариант с более дешевыми суррогатными напитками. И новости пестрят сообщениями о десятках и сотнях погибших в результате отравления алкоголем. Ну, давайте все-таки оставим в стороне эти опросы в ЦИОМах. Они нам не только зашкаливающий уровень счастья показывают, но еще и почти стопроцентную поддержку Путина. Давайте просто оглядимся вокруг и спросим себя. А действительно, вот так разве выглядит счастливая страна? Действительно ли страна, которая каждый день гробит десятки своих и чужих граждан, может быть вот настолько веселой и беззаботной, как рисуют нам придворные социологи? Правда, что ли цинковые гробы, растущие цены в магазинах, дроны и от обстрела приграничных городов делают наше население оргазмически счастливым? Конечно, нет. Но при всем этом мы видим невероятную отстраненность людей в нашей стране. Террасы ломятся от посетителей, а на модных выставках аншлаги. Мы все так же ходим на работу, но как будто не чувствуем под собой ног. Отчаянно замещаем боль и страх перед неопределенностью, рутиной нормальности. Это делаю и я. И я в том числе. Я тоже хожу к психологу и тоже пью антидепрессанты. И вот мы пытаемся организовать вокруг себя эту нормальность, потому что иначе ведь не вывести. Это, конечно, не меняет большой картины, но помогает хоть как-то не утонуть. И в этом нет ничего плохого. Но рано или поздно нужно начать выплывать и менять уже не себя, меряясь действительностью, а то, что сломано вокруг. Продолжение следует.